Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Лисо со шрамом». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Ирландец, 2010 года. Дэнни Грин, человек, в котором ирландский воинственный дух, смешался с гордостью, жестокостью, амбициями и принципами, благодаря чему он стал главной фигурой мафиозной войны 1970-х годов. Кровавой войны, вылившейся на улицы Кливленда, из-за которой тот получил название «Город Бомб». Войны, навсегда изменившей структуру организованной преступности в Америке. Гангстер, 2007 года. После смерти хозяина, Фрэнк Лукас, тихий водитель гарлемского преступного авторитета, решает создать собственную криминальную империю. Его специальность – героин, которую он ввозит напрямую из Юго-Восточной Азии. Лукас считает себя бизнесменом и конкурирует с другими группировками по всем правилам рыночной экономики, предлагая более качественный продукт по более низкой цене. Зарабатывая миллион долларов в день и придерживаясь однажды установленных для себя правил игры, он становится идолом для всего Гарлема. Но по следам Фрэнка уже идет Ричи Робертс. Редкий для Нью-Йорка образец честного полицейского, ненавидимого коллегами. Кокаин 2001 года Джордж Джанг, обыкновенный парень из пригорода, решил осуществить американскую мечту своим способом – стать первым американцем, импортирующим кокаин в больших объемах. Он создал себе рынок сбыта, подсадив на кокаин самых знаменитых людей Америки. Вскоре он уже купался в деньгах и роскоши, о которых многие только мечтают. Ему удалось обводить вокруг пальца не только ФБР, но и страшных колумбийцев-наркодельцов. Однако настоящий кайф он получал от опасности и риска, нуждаясь воды на линии больше, чем в наркотиках. Казино, 1995 года Никто не может сравниться с Эмом Ротсингом. Никто не умеет зарабатывать деньги, как он. Никто не умеет работать так самоотверженно и аккуратно, как трудяга Сэм. За свои неоспоримые достоинства Ростин получает кличку Ас. И именно поэтому боссы мафии решили отправить Аса заправлять огромным шикарным казино в Лас-Вегасе. Славные парни, 1990 года Генри Хилл, начинающий гангстер, занимающийся грабежами вместе с Джимми Конвэем и Томми Дэвита, которые с легкостью убивают любого, кто встанет у них на пути восхождения к вершинам мафии. Приходит время, когда Генри, сам пострадавший от своих напарников, должен приложить руку к началу конца Джимми и Томми. Крестный отец, 1972 года Криминальная сага, повествующая о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеона. Фильм охватывает период 1945-1955 годов. Глава семьи Дон Вита Корлеона выдает замуж свою дочь. В это время со Второй мировой войны возвращается его любимый сын Майкл. Майкл, герой войны, гордость семьи, не выражает желания заняться жестоким семейным бизнесом. Дон Корлеоне ведет дела по старым правилам, но наступают иные времена, и появляются люди, желающие изменить сложившиеся порядки. На Дона Корлеоне совершается покушение. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok